Всем привет! Мы являемся прямыми поставщиками фатина и евросетки напрямую из Турции. Из этого видео вы узнаете, какой фатин самый упругий, какой не деформируется, а какой самый прочный на разрыв. Наш фатин подходит как для пошива фаты, так и для платьев и юбок. Давайте рассмотрим! Первый вид это жесткий фатин. Он используется преимущественно для пошива подъюбников. У него ячейки в виде сот и он очень твердый. На ощупь шершавый и немного колючий. Будем мять каждый вид и смотреть, каким будет ваше изделие после транспортировки в чемодане. Например, подъюбник из нашего жесткого фатина довольно быстро можно привести в норму. Также простягиваем каждый вид фатина поширенее поперек, чтобы увидеть, насколько он может менять свой вид ячеек и возвращаться в прежнее состояние. Ну и конечно, проверим все на разрыв. Жесткий фатин очень легко рвется. Второй вид фатина это фатин средней жесткости кристалл. Ячейки у него в виде ромбов. Ширина 300 см. На ощупь твердый, но гладкий и хорошо держит форму. Обычно его используют для пошива юбок пачек пышных стоячих форм. Рассмотрим его свойства на оранжевом цвете. Этот фатин не сильно тянется по ширине, а поперек еще меньше. Ячейки при растяжении деформируются, но легко возвращаются в прежнюю форму. То есть, если вы случайно наступите на край своей юбки, то ничего страшного не произойдет. Однако после транспортировки юбка будет выглядеть слегка помятой. Этот фатин мнется. Проверим, как он на разрыв и рвется, но с небольшим усилием. Следующий вид это мягкий еврофатин бусе хаяль. У него ячейки в виде ромбов. Ширина 300 см. Он очень мягкий, гладкий, очень упругий и легко восстанавливается после растяжения. Практически не мнется. Вид изделия не пострадает. Этот фатин используют для пошива фаты, а также воздушных и многослойных платьев. Рвется ли? Очень сложно. Берем. Еще один мягкий еврофатин это карина. Он отличается своим блеском. Он такой же упругий, мягкий, гладкий, как и предыдущий. Ячейки у него в виде ромбов. Ширина 300 см. Помятость его не сильно заметна. И он очень хорошо распрямляется. Этот фатин также прекрасен в создании легких воздушных платьев. И что самое удивительное, я попробовала его разорвать. И он совершенно не рвется ни вдоль кромки, ни поперек кромки. Прекрасный фатин. Еще один вид мягкого еврофатина это нелюфер хаяль. Он очень упругий. Мягкий, гладкий, как и предыдущие фатины. Ширина 300 см. Ячейки в виде ромбов. Но единственное отличие, что после растяжения он не так быстро приходит в прежнюю форму. Все-таки он растягивается намного больше. После растяжения ячейки немного теряют свой первоначальный вид. Посмотрим, как он мнется и будет ли видна помятость в изделии. Я бы сказала, что он помялся не критично. Его можно легко расправить руками. А насколько прочный этот вид фатина? Благодаря своей упругости он растягивается, но совершенно не рвется. Ни вдоль, ни поперек кромки. Только если задеть его чем-то острым. Также в нашем магазине вы сможете найти фатин с люрексом гумус. Его ширина 300 см. У него ячейки в виде ромбов и между ячеек идет люрексовая нить. На ощупь он немного шершавый и довольно мягкий. Фатин не мнется и не деформируется. Этот фатин довольно упругий и хорошо приходит в прежнее состояние. Он идеален для праздничных платьев, юбок или бантов. А еще мы рады вам предложить фатин с люрексом Питек. Он имеет довольно крупные ячейки в виде сот. Ширина у него 150 см. И он на ощупь тоже довольно мягкий. Как вы видите, этот фатин особо не мнется и не деформируется. Однако, если его сравнивать с предыдущим фатином с люрексом, то этот вид практически не растягивается по ширине и поперек. Данный вид фатина также хорошо будет смотреться в платьях, юбках, в каких-нибудь бантах, аксессуарах для волос или просто для декоративных целей. И да, чуть не забыла, фатин с люрексом очень легко рвется. Ну что, вам хоть немного помогло наше видео в этом райском царстве разных видов фатина? Цветовая гамма всего ассортимента невероятная. Иногда очень сложно определиться с выбором. Но вы обращайтесь к нам, мы всегда подскажем. Будем рады вашим лайкам, комментариям и любой другой активности. Это поможет в продвижении нашего видео и позволит увидеть большей аудитории. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!